Кто Ваня идет? Кока идет? Привет! Обувь сразу на место ставь, да? А там чай запаривается? Да, чай запаривается. Ты чай хочешь? Хорошо. Хорошо, сейчас Марина чай запаришь, сделаю. Да, что ты говоришь? Тебе там хорошо, да, на Светкиной койке? Ему оттуда удобно мультики смотреть, да, Ваня? Подушка? Не, вот туда ложись головой. Подушку так перекинь туда, подушку. Подушка-то с роботами у Светки. И у тебя с роботами. И у Окси тоже с роботами, да? У Окси были с роботами. Да. Все? Хорошо? Удобно? Молодец. Да, многие пишут, Настя, покупай в зал шторы. Я не знаю, ребят, каким цветом шторы брать. Темные не хочу. Светлые сильно будут марки. Не знаю, какие. Надо будет, конечно, там и шестая штура. Серые? Не, серые тоже будет темно. Такие будут цветные, красивые. Я вообще хочу фотошторы. Да? Будет красиво смотреться. На них фото видно какое-нибудь. Вот это вот шторы, так шторы будут. Ладно, Кушать, ты ешь давай, да за уроки садись. То время-то уже два часа. Да. Хорошо. Ладно. Вот такие вот у нас дела. А здесь у меня шторы висят, а у мальчиков в комнате тоже висят. Нету только в зале получается. Ну и в коридор еще хочу шторы. Вот такие вот дела. Жду комментарий, как думаете, каким цветом шторы сделать в зале. Нам привезли комбикорм. Егор комбикорм таскает, а папа сходил в магазин за арбузом. Плюс я еще спагетти заказывала. Коробку нам привезли. Погода, конечно, на улице не очень. Так что вот такие вот дела. Они же, Егор, тяжелые. Ты прям на руках на тележке бы нес. Все. Привезли нам комбикорм три мешка. Все нормально. Что, еще один мешок осталось? Все, проходи. Вот так вот. Проходи. Он боится, что я его снимаю. Я себя снимаю. Хорошо, не буду я тебя снимать. Ладно, пошла я домой. Сидим, кушаем арбуз, который муж купил. Очень сладкий. Прям, знаете, как будто сахарный. Ужасно сладкий. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Что ты прочитала? Берешь листочек и рисуешь. А, нет, тетрадку по окружающему. Там сначала простым карандашом рисуешь, а потом это. Дорогие друзья, у нас уже вечер. А тут у нас Васька. Да, Васька. Ваську по жопе сейчас набью. Уфа! У нас вечер. Короче, Ваня с Мариной мне помогают картошку в мундирах чистить. Мы как-то варили, с рыбой соленой ели. Она у нас осталась. И я ее хочу с колбаской и с луком просто обжарить. Поставила уже сковородку разогреваться. Достаю масло, нарезаю лук. Пока они у меня чистят, я все остальное делаю. Что-то какая-то бутылка попала с маслом. Ты понимаешь, что не очень? Короче говоря, готовим ужин. На раскаленную сковородку засыпаем лук. Будем с вами вкусняшку готовить. Засыпали, помешаем и оставляем. Пусть томится. Ваня с Мариной помогли мне почистить картошку. Теперь я нарезаю картошки на маленькие кусочки. Лук у меня уже обжаривается. И будем готовить. Колбаску я уже нарезала. Не знаете, куда делать кормилку картошку? Не проблема. И готовим вкусняшку такую, что пальчики оближутся. Так что вот так вот. Ладно, продолжаем готовить. Вот и что. Обжарили до румяного лука. Закидываем колбаску. И обжариваем до золотистой корочки. После того, как у вас обжарился лук с колбаской, закидываем картошку. И закидываем еще 5 сырых яиц. Взбиваем и заливаем. И все перемешиваем. И накрываем крышкой. Пусть томится. Ну что, дорогие друзья. Наше вкусное блюдо из картошки в мундирах с колбаской готово. Вот такая вот у меня получилась. Жареная картошечка с колбаской, с лучком, с яйцом. Очень вкусная. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну а мы пошли тоже кушать. Дорогие друзья, у нас время уже 11 час. Ну к 11 подходит. Все уже легли спать. Я сейчас тоже еще поприбираю. Тут немного и тоже лягу спать. Вот такой вот, ребят, у меня был день. Что смогла, поснимала немножко. Не до конца, конечно, поснимала. Ну, просто потом сванилась тут кое с кем насчет кое-чего. Но пока я так говорить не буду. Но если что-то у меня все получится, то я вам потом обязательно расскажу. Но я пока спать еще все равно не буду, потому что у меня еще печка топится. Надо просмотреть, чтобы не было угольков, чтобы потом ее закрыть. Поэтому вот такой вот был день. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на наш канал. Если кто может, то подпишитесь, пожалуйста, на канал «Жизнь с домашними животными» и «Вокруг отельцы». Я обязательно постараюсь ссылочки оставить в описании. Да, дорогие друзья, забыла ссылки оставить. Многие меня отрубали. Ты, говорит, просишь подписаться, а ссылки не оставляешь. Обязательно оставлю сегодня ссылочки. Обязательно. А если забуду, вы мне напомните, я сразу же напишу. Сейчас на столе все ложки, все тарелки, все поубираю. Холодильник надо убрать еще. Хреновину муж делал. С хреном. Я с хреном не люблю. Чего ты, Василиса? Козюлина. Ругаю ее, ругаю, ругаю, ругаю. И многие говорят, у Вас кошка грязная по стволу лазит. Ребята, у нас кошка самая чистая. Она очень часто моется. Вот так вот. Блин. Не получается зубами натянуть, чтобы повесить. Ладно, буду все на столе прибирать. Все крошки развешивать. После мытья буду все убирать. Поэтому вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо, что были со мной. И всем говорю, пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Маша, скажи привет. Привет. Мы поехали в город. Маша, посмотрим обувь. Да, Маша? И передадим на автобус вот эту переноску. Ильюша в Соликамске там встретит. Ой, муж тоже с нами едет в город. Пройдемся, посмотрим Маше обувь. Потому что она все еще в эти ходит. А тут другие ботинки, которые старые, она их не хочет одевать. Там старые. Прошлогодние. Едем на остановку, едем в город. А подожди, папа еще не вышел. Папа надо еще ждать. Ну, у нас погода просто оттас. Маша пошла на качелю. Маша на качелю. Маша, пойдем, папа уже идет. Муж идет там. И Маша качается. Маша! Ворона, пошли, говорю. Все, давай мы на автобус ушли. Все, сходили мы в Хит-спресс. Сходили еще по делам. И сейчас идем. Дом покупки каши. Маша, что пьет, покажи. Свою любимую штучку взяла, да? Хоть и ругает все. Ребенок хочет. Сейчас пойдем посмотрим мясо. Господи. Папа везде грибы выглядит. Ладно, идем. Съездили мы в город. Маша, ты довольна? А давай расскажем, что мы купили. Именно тебе. Сейчас все покажем и расскажем. Ну, давайте первое, что я начну, это вот с обуви. Мы, Маше, ходили, смотрели обувь зимней. Хорошей обуви пока не было. Сказали, привезут попозже. Там его знакомым брали. Взяли вот такие вот. Они демисезонные. Вот они утепленные идут. Видите, там утепленные. 35 размер. Вот такие вот. В целом для Маши они стоили 800 рублей. Вот пока взяли. А потом зарплату получу, если получу. Потому что я не знаю, что у меня нынче со ценцем. Но у меня проблемы. Я не могу пока с Ютуба зарплату получить. У меня все приостановили, все выплаты. Короче говоря, вот такие вот ботинки пока взяла за 800 рублей Маше. Потом получу, денежку отдам. Убирай, Машенька. Дальше показываю продукты, что купили. Продуктов будет много. Ну, первое, туалетная бумага. Опять рулонов взяли. Дальше батоны. Вот такие вот два батона взяли. Длинные дети очень любят их. Из круп взяли вот такую вермишельку. У меня просто она закончилась. Суп молочный. Дети любят из нее. Машенька, убирай сразу в стол. Дальше. Потом взяли вот такой вот маковый. Еще хлеб дети тоже его очень любят. Я взяла себе пекинскую капусту. Я ем салат из нее. Обожаю просто. Дальше взяла кукурузную крупу. Потому что мы варим из кукурузной крупы кашу. Две пачки взяла. Мы из нее кашу варим. Очень вкусная получается каша. Да, Маша? Уберешь, Машенька? Молодец. Капусту я потом беру. Дальше. Вот такой вот паштет. Я как-то взяла. Детям понравилось. Они сказали, мам, теперь всегда берем. Три штучки взяла. Держи, Машенька. Машенька сразу в холодильник все убирает. И взяла себе еще вот такую аджигу огненную. Очень вкусная она. Ну, вот я уже брала. Мне понравилось. Кроме меня ее никто не ест. Дальше. Были с Оксаной в магазине. Оксана попросила вот такой творог. Ну, это на всех, конечно. Творог, но тут немного. Но так часто сядут, поедят все вместе. Дальше молока. Три литра молока мы всегда берем. Держи, Машенька. Буду сразу отдавать ей, чтобы она... А, 4 литра, извиняюсь. 4. Так, подождите секунду. Держи, Машенька. Все, пока, Маша. Подожди. Дальше. Курица, кстати, очень сильно подорожала. Стало 165 за килограмм. А дуреть была по 135, по-моему. Стало 165. Вообще дорогая стала. Ну, вот одну курицу взяла. Сейчас денег пока немного, так как на налоги еще платить. Поэтому вот так вот. Дальше зашли, купили пряники. Вот таких вот пряничков взяли. Два пакетика. И дети у меня просили финики. Финики они вообще обожают. Финики мы берем частенько. Все едят. Очень вкусные, сладкие. Место конфет очень классно. Дальше купила кукурузные палочки. Мы вот такие вот видели. Я говорю, взять. Маша говорит, да. Взяли. Скрипыши называется. Но там ничего внутри нету. Скрипыши. Просто такие кукурузки. 39 рублей. Такая большая пачка. Дальше заходили в магазин мясной. Взяли легкое. Тут последнее было. Взяли пожарим. Сало кусочек взяли. И, ребята, я как-то в видео говорила, что очень сильно хочу горбушу. Купила я горбушу. Вот за это вот все, за все три заплатили мы 650, по-моему, или 750. Что-то такое. Ну, вот горбушу взяла. Разрежу, засолю. Мне подписчица написала рецепт, поэтому посолим. Дальше. Купили яблочки. В тот раз эти продолговатые брали. Детям понравились сладкие. Дальше. Морковка корейская. У нас ее ест Егор, но и некоторые так, ребятишки. Дальше. Хлеб. Две булки белого. Также заходили в магазин. Я говорю, ребятки, какие вам шоколадки взять? Вот они выбрали вот такие вот три шоколадки. Это молочный какой-то с яблоком, белый с орехом. И вот это вот взрывная карамель. Такую мы еще не пробовали. Взрывную карамель мы не пробовали, остальные пробовали. Ну, а в целом три шоколадки взяли. Я всегда, когда зарплату получаю или деньги какие-то получаю, я детям беру шоколадки. Это уже у нас как обычай стал. Дальше. Купили вот такие вот фикс прайсы печенье овсяное. Взяла детям на пробу, им понравилось. Дальше. У Маши очень сильно сохнут руки. И мы взяли вот такой детский крем для детей Маши, Оксане, Свети, Кате будут пользоваться. Что он? 55 рублей. Это, по-моему, стоил. 150 миллиграмм. Ну, вот такой вот. А можешь открыть, понюхать, дать? Там, наверное, закрыто. А, фу. Ребят, мне прям на нос прилип. Знаете? Фу. Маши даванули. Дальше. Что взяли? Вот такие вот конфетки. Мне Катя дарила, по-моему, на восьмом... А, на день рождения она мне дарила. Только розовая упаковочка. А тут зеленая. Тут уже с чизкейком. Видите? Вот здесь написано название. С чем? А там с марципаном или с чем были. Ну, в целом, взяли. Так же, у нас дома закончились ватные палочки. Взяли упаковку большую. Дальше. Моющие средства. Оксане на очередь посуду мыть. Купили моющие средства с глицелином и ромашкой. Дальше. Купили бананов. Целую кучу. И самая такая покупка, от которой дети в шоке. Им понравилось очень. Это вот такое вот чудо. Короче говоря, смотрите. Как-то бы так выпрямить его. Вот такая вот... Подожди, Маша. Да, тут рот открывается у него как-то. Господи, такой страшной. Господи, господи. Я не знаю, в чем прикол, но они... Да, 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 да. Возьмем, возьмем. Но возьмем, так возьмем. Ладно, фиг с ним. На хэллоуин они хотят. Украсить. У нас, хотя тут не празднуют хэллоуин, но детям понравилось. Ну ладно, повесим на стенку, пусть висит, пугает их. Нанеси своего чучела. Короче говоря, вот такие вот в целом покупки. Решила такие пока Маша ботинки взять. Ну вот по поводу ботинок, да. Потому что я знаю, что вы сейчас напишите. Настя, надо было сразу зимние брать. Тот, у которого продавца я беру, он сказал. Настя, подожди, пока я тебе сейчас привезу хорошие зимние ботинки. Поэтому я на него понадеялась, что он мне привезет. И я потом сразу на Свету, на Катю и на Машу возьму ботинки. Потому что им надо на зиму ботинки брать. А Маша пока вот такие вот взяла. 800 рублей недорого. Денежку получу, обязательно сразу ему отдам. Ну, в целом, вот такие вот взяла. Пишите насчет всех покупок. Оксана, сначала мы раздеваемся вообще-то. А то сразу руки мазать. Ну, вот пишите, что думаете насчет этих покупок. Да. А тут скрипучи, скрипучи два? Ну, наверное, я не знаю. Я не разбираюсь в ваших скрипышах. Которые там один, которые два, которые три. Напишите, кто разбирается. Ладно, все. Убираем все и... И, 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 и не знаю, что. И дальше уроки делать. Уроки, уроки, уроки.